Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому небезразлична судьба музыкального театра. Последнее мое путешествие по Германии было таким насыщенным, что я еще несколько раз буду рассказывать вам о спектаклях, которые я увидел в последнюю неделю января. Моя поездка сложилась благодаря подписчикам на платформах Бусти и Патреон. За это им огромное спасибо. Подписывайтесь на канал Сумерки Богов. Поддерживая его, вы помогаете остаткам независимой российской журналистики и музыкальной критики. 14 месяцев назад в Гамбургской государственной опере прошла премьера постановки «Электро» Рихарда Штрауса, которую осуществили режиссер Дмитрий Черняков и дирижер Кент Нагана. Нам в тот момент еще невозможно было никуда поехать, но спасали трансляции. Вот и «Электро» эту тогда показали. Увиденное меня просто потрясло, так как потрясали лучшие постановки Чернякова. Китти, Шонегин, Кармен, Воцик, Игрок, Князь Игорь. Вы все прекрасно знаете, что я слежу за творчеством этого режиссера и даже выпустил книгу об этом. Она, кстати, сейчас выходит везде во втором издании с дополнением о новых спектаклях. Если вам интересен метод Чернякова, то эта книга единственная на сегодня рассказывает о режиссере и его спектаклях. Именно поэтому я решил, что при первой возможности увижу «Электро» живьем. И вот теперь мне это удалось. Я очень рад. О самом спектакле скажу чуть ниже, а сегодня главная тема моего ролика – как правильный настоящий режиссер помогает раскрываться поющим актерам. Причем даже тем, кого никогда и никто не считал вообще способным к полноценной актерской работе. Хорошо поют и то дело. Интересно, что запас прочности спектакля такой, что даже вводимые ассистентом исполнители выдают результат на 150%. Что и говорить про тех, кто работали с самим режиссером над премьерным циклом. И тут надо, конечно, начать с Виолетты Урманы в партии Клиттемнестры. Я в январе рассказывал о том, как абсолютно по-разному эта певица поет и играет «Мать Электры» в разных постановках. Это тоже сегодня редкость. Но с Черняковым у Урманы особенная связь, которая родилась в 2009 году на постановке Вердевской оперы «Макбет» в Париже. В моей книге Виолетта Урмана сама об этом вот так рассказывала. «Однажды я получила предложение из парижской оперы спеть в новой постановке режиссера Дмитрия Чернякова. До этого я о нем ничего не знала и лично с ним не была знакома. Я испытываю отвращение к любой вульгарности на оперной сцене. Высокое искусство должно только обогащать жизнь. Иногда для сценической достоверности важно показать что-то жестоко и драматично, но это должно быть художественно оправдано в спектакле. Мне никогда не нравилась прямолинейность, пошлость в постановках, которые еще были и без всякой фантазии поставлены. А спектакль Чернякова не был пошным ни в чем. Это хорошее доказательство того, что ультрасовременный спектакль может быть без голых актеров на сцене и тому подобных вещей. Уже после того, как спектакль был поставлен, Дмитрий напомнил мне даже, что в нашу первую встречу я ему сказала «Только я голой на сцену не выйду». Потом мы много смеялись, вспоминая мои слова. Мне он уже при первой встрече показался очень открытым, симпатичным. Было ясно, что нам будет хорошо работать вместе. Работал он интенсивно, подробно и очень сосредоточенно. Ясно передавал нам свои идеи, сам все играл и показывал. Это было очень убедительно и становилось сразу ясно, что он от нас хочет. И я целиком погрузилась в эту работу так, что ему не надо было меня убеждать или переубеждать. Его концепция придала моей роли больше глубины и достоверности. Еще на первой репетиции он сказал мне, что в застольной арии мне надо будет показывать цирковые фокусы. Вообще-то я могу принять любую безумную вещь, кроме пошлости, конечно. Но тут я была уверена, что у меня ничего не получится. Он мне показал эти фокусы и у меня вышло. Это была моя самая любимая сцена в спектакле. С самого начала репетиции меня вдохновила его концепция. Я с удовольствием согласилась на все его предложения, потому что поняла, этот режиссер точно знает, чего хочет и все у него имеет смысл. А еще, даже когда речь заходила о серьезных вещах, он меня смешил. Мы все время много смеялись. Но я смеялась много потому, что мне нравилось то, что он придумал и то, насколько правдива была его работа. Хоть его постановка и не была похожа ни на одну постановку Макбета, в ней все было очень ясно и точно. Нельзя было недооценить этот подход и просто сказать, что это одна из пустых современных постановок. В этой работе участвовали и певцы, которые периодически говорили, что считают чуждой концепцию режиссера. Они просто не знали, насколько интереснее и убедительнее они выглядели именно в этом спектакле. Канал Сумерки Богов в полном объеме продолжает выходить на платформах Бусти и Патреон при поддержке подписчиков, которым я безмерно признателен. Поддерживая канал Сумерки Богов, вы поддерживаете и свободную журналистику в России, которой осталось уже не так много. Если вы привыкли смотреть канал Сумерки Богов на Ютьюбе, то на Бусти вам не надо будет привыкать к новым формам. Для того, чтобы смотреть ролики, не надо скачивать никаких приложений, новых браузеров, не надо засорять память ваших телефонов и других гаджетов. Как и в Ютьюб, вы открываете сайт и смотрите все ролики, которые выбираете во время подписки. Подписка здесь платная, но зато нет никакой рекламы, которую вы всегда так ненавидели на Ютьюбе. В чем еще удобство Бусти? Вы подписываетесь один раз и дальше забываете о технической стороне дела и только наслаждаетесь просмотром. Буду признателен всем, кто подпишется и после этого ролика. Спасибо, что сегодня вы были с нами и до новых встреч на канале Сумерки Богов, где бы вы его не смотрели. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!